Нужно понимать, во-вторых, что демоническое влияние наследуется и существует в нескольких поколениях. Демонические силы вселяются также в детей, оккультно ориентированных людей. В-третьих, если бы хананеи жили среди израильтян, то Израиль не смог бы предоставить это идеальное общество. Но хананеи бы увели израильтян в сторону. В-четвертых, призыв уничтожать хананеев – это принцип, применим только относительно земли израильской. Бог очень четко сказал Израилю в Торе, что тот не должен завоевывать другие народы. Израиль должен был воевать с другими народами только в случае нападения с их стороны. Израиль не должен был отсылать миссионеров в народы. Какой же метод свидетельства Израиля другим народам? Когда другие люди проходят через Израиль и видят их. Видят это идеальное общество среди других народов. В результате народы признают Бога Израиля. В наше время мы имеем дело с исламом. Мухаммед читал истории в Торе о Святой Войне. И скомбинировал их с идеями сиологии в христианстве. Он применил это таким образом. Нужно уничтожить все народы, кто не подчиняется исламу. Это очень современная проблема. Однако это абсолютная лжеинтерпретация Библии. Подойдя к горе Синай, израильтянам были даны 10 заповедей. И многие другие заповеди, правила и постановления. Прежде чем войти в землю обитованную, Моисей повторяет весь закон. Это записано в книге Второзакония. Или на иврите дворим, что значит «это слова». Я укажу на основополагающие столпы мессианского иудаизма. И я хочу, чтобы вы все это поняли. Это очень важно. Подчеркните это трижды. Моисеев Завет – это Завет благодати. Это огромная проблема, потому что большая часть протестантского евангельского движения думает, что Моисеев Закон – это Завет благодати. Конечно, в нем есть законы, которые объясняют, как нужно жить на земле. Но не в этом суть Завета. Мы должны понимать, что Моисеев Завет дан благодатью Бога. Это помогает нам откликнуться на спасение, которое Бог уже свободно дал. Смысл в том, что Бог спас Израиль из Египта не по их делам. И ввел их в землю израильскую, которая символизирует рай. Это тень спасения всего человечества. Затем Он говорит, чтобы они были послушны и благодарны за то, что Бог уже дал им. Большая часть христианства не поняла это. Они думают, что цель еврейского закона – это попытка исполнить закон с целью заслужить спасение. И когда это не получится, тогда они откроются для благодати. Они не смотрели на Моисеев Закон как на проявление благодати. Большинство современных теологов, изучающие откровения Моисея, согласны с тем, чем я делюсь сейчас с вами. Но это не означает, что это дошло до среднестатического пастыря или христианского лидера. В наше время христианские и еврейские теологи в основном называют Моисеев Закон «заветным намизмом». «Заветным намизмом». Позвольте мне объяснить термин «заветный намизм». Очень известный термин в современной теологии. «Заветный намизм» — это теологическая система, которая учит следующему. «Все, кем мы являемся, и все, что есть у нас — это по благодати Бога». Спасение Бога по Его благодати. Это невозможно заработать. Когда мы принимаем спасение Бога, если мы искренне принимаем Его спасение, то мы принимаем реальность Царства, по крайней мере, в том состоянии, в котором оно предложено. Когда мы говорим «да», то таким образом посвящаем себя жизни добрых граждан. Мы говорим «да», я принимаю Твое спасение и намереваюсь жить в соответствии с Твоими указаниями. Понимаете ли вы, что, принимая спасение, вы также принимаете Божий стиль жизни? Закон нас не спасает, но дает нам способность жить высококачественной божественной жизнью. Закон Бога направляет, чтобы сохранить нашу жизнь в Нем. В дополнение к этому, принятие закона и верность закону вовсе не означает, что каждый должен идеально его исполнить. Это мифология многих христиан. Бог сказал еврейскому народу, вы должны идеально исполнить его. Но Бог говорит, что вы должны стараться исполнить его. Но поскольку Он знает, что люди терпят поражение, центром в Моисеевом Завете является система жертвоприношений, и указывает на то, что нам всегда нужно будет прощения, что у нас всегда будут поражения, и мы зависим от искупления кровью, чтобы жить в прощении Бога. Поэтому это не завет, с помощью которого мы приобретаем спасение благодаря послушанию заповедям. Этот завет зависит от благодати Бога и прощения Бога в искуплении кровью, и затем Он стремится жить Божьими путями. Суть в том, что Бог знал слабость людей в то время. Уничтожение хананеев необходимо для того, чтобы воплотить Тору в жизнь. Нужно удалить соблазны. Соблазны магии, колдовства и аморальности. Как я сказал, современные теологи сходятся в том, что Моисеев Завет – это Завет благодати или Заветный намизм. Вчера я упоминал книгу Самуила Шульца «Второзаконие. Евангелие. Любви Бога». Но существует множество авторов по такой тематике. Как я сказал, сейчас намного больше последователей этого взгляда, чем 30 лет назад. Джордж Минденхолл из Мичиганского университета. Мэридит Клайн из теологической школы Гордон Конвелла. Волтер Кайзер от Тринити и Гордон Конвелла. Волтер Кайзер от Туда же. Даниил Фуллер из теологической семинарии Фуллера. Мы можем перечислять дальше и дальше. Почему в наши дни теологи настолько уверены в этом? Это очень интересно. Много десятилетий назад было найдено множество документов, известные под названием «Хиттейские документы Нуци Амари». «Кто слышал о Хиттеях?» «Не многие. Они в Библии, да? «Хиттейские документы» «Немногие. Упоминания о них мы находим в Библии. «Хиттейские документы» «Хиттеи жили на севере Израиля и на севере Сирии, на территории, известной в наше время как Южная Турция». В этих хиттейских документах содержались так называемые «вассальные трактаты». «В древнем мире более сильный народ правит слабейшим народом». «И слабейшие народы входили в союз с сильнейшими народами». «Они становились вассалами сильнейшего народа». «Царя Хиттеев называли вассалом». «Как король, император или цезарь». «Поэтому иногда эти вассальные союзы назывались феодальными союзами». «Книга «Второзакония» написана в стиле хиттейских вассальных союзов 15 века до н.э. Складывается впечатление, что Бог использовал такой вид договора, чтобы передать суть Своих слов. Вы бы подумали, что более распространенные договора в то время были египетские или вавилонские. Джош Мендельхолл и затем Мередит Клайн пишут об этом. В книге Клайна под названием «Завет Великого Царя» сказано, что книга «Второзакония» так точно соответствует договорам 15 века до н.э. И это является доказательством того, что книга «Второзакония» была написана Моисеем в тот же период времени, когда происходил исход. Важна не только форма договора, но и его природа как завета благодати. Когда хитейский царь входил в завет со слабейшим народом, то он провозглашал себя милостивым правителем по отношению к ним. Он утверждал, что они не заслуживали всех преимуществ, которые он им дал. Что завет был заключен только по благодати. Поэтому покоренный народ должен был быть благодарным, преданным. И они должны исполнять законы в стране, которые он издаст. Вы должны понимать нечто. Книга «Второзакония» — это завет за народ. Это конституция, а не личное письмо к индивидууму. Это не слова из песни «Иисус меня любит, знаю я», так Библия говорит. Это не его природа, это национальная конституция. В каждом народе существует своя юридическая система. Странно, что христиане критикуют Писание Моисея, потому что они напичканы правилами. Я знаю, что Шурин и своячница Матитяху учатся на юриста. Они будут юристами. И они будут изучать законы Бразилии. В Бразилии существует конституция. И законы. Разве не странно критиковать Бразилию за то, что у нее есть законы? Нет. Конституция Бразилии не говорит о том, как иметь личные взаимоотношения с Богом. Конституция о том, как необходимо управлять народом. Какие законы управляют жизнью народа? Конституция Моисея говорит в основном об этом. А также о том, как иметь личные взаимоотношения с Богом. Она очень уникальна. И, как я сказал, она следует этой модели Завета Благодати. Схема хитейских договоров такова. Запишите эти части. Первое. Преамбула. Вступительное предложение. Которое говорит о самом документе. Так же, как в Соединенных Штатах Америки существует Конституция. Преамбула рассказывает о содержании документа. Вторая часть документа. Историческая презентация или пролог. Рассматривающая историю отношений между подчиненным народом и правящим народом. В этом историческом видении есть множество утверждений об абсолютной благости Бога, насколько царь благ. Насколько царь благ. И как люди не заслуживают Его милостивого правления. Но Он благ и милостив. Возможно, Он не такой, но по традиции принято говорить, что Он такой. Затем перечислены условия или заповеди Завета. В свете этого ты должен подчиняться всем этим заповедям и правилам. И после перечисления условий Завета, мы заверяем Завет. Извините, сначала мы говорим о благословениях и проклятиях. Вот какие благословения придут, если ты будешь хранить Завет. Вот наказание в случае нарушения Завета. Затем говорится о свидетелях Завета. Как документы Завета сохраняются. И правила для передачи Завета по следующим поколениям. Именно такая модель существует в книге Второзакония. Последующие Заветы, такие как Ассирийский, не следуют такой модели. Хотя они и могут отражать некоторые моменты Завета Благодати. Поэтому заметьте в книге Второзакония такую же форму. Форму Завета Благодати. Преамбула или вводное предложение. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом. Затем он говорит о времени, когда эти слова были даны. До 5 стиха. Затем в 6 стихе мы читаем историю взаимоотношений Бога с Израилем. Эта история описана во многих главах. Вплоть до 4 главы. Потом оговариваются условия Завета. Они немного пересекаются. В основном мы имеем дело с историческим прологом. Пока дойдем до 10 главы. И затем рассмотрим условия Завета. Дойдя до конца всех предпосылок. Читаем главы о благословениях и проклятиях. В 27-28 главах книги Второзакония. И в 29 главе читаем о том, как можно обновить этот Завет. Также мы читаем о свидетелях Завета незадолго до этого. Потому что ни один человек не может быть свидетелем, так как нет никого стоящего выше Бога. Кто же может быть свидетелем Бога? Никто. Бог призывает небо и землю во свидетели. Поэтому это достаточно метафорический способ выполнить эту форму Завета в присутствии свидетелей. Это понимание Моисеева Закона приемлемо в евангельских семинариях. Поэтому сейчас мы понимаем его как Завет Благодати. Я хотел бы возвращаться к 4 главе книги Второзакония. И затем рассмотреть 20 главу книги Исход. Здесь видим цель для Израиля в исполнении Божьего плана. Это создать идеальное общество в Израильской земле. Давайте будем читать, начиная с 3 стиха. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваал Фигором. «Всякого человека, последовавшего в Аал Фигору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне». «Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех их постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его?» «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» «На примере Израиля другие народы должны понять, что жизнь в земле Израильской лучше, потому что нет более разумного народа, и все это благодаря закону Бога, и нет более благословенного народа. Нет народа столь близкого к своему Богу, как Израиль близок к своему Богу». Существует два основных свидетельства для народов. Первое свидетельство – это качество жизни в Израиле. Но второе свидетельство – это сила Израиля. Бог говорит, если Израиль будет послушен, то ты будешь обладать божественным здоровьем, которое будет выше, чем в других народах. В Израиле не будет болезней, как в других народах. В Израиле не будет выкидышей. Даже будет сверхъестественный уровень процветания страны. Израиль должен оставлять землю под пар в шабатний и юбилейный год, каждый седьмой и пятидесятый год. Как же мы сможем питаться, если не будем возделывать землю? Бог говорит, я произведу настолько великий урожай в шестой год, и в седьмой год земля произведет так много урожая, что этого хватит до тех пор, пока вы продолжите засевать землю снова. Бог говорит, когда вы дойдете до сорок девятого года, то эта жатва будет настолько обильна, что ее хватит на сорок девятый и пятидесятый годы. Кроме того, этого хватит и на следующий цикл. На самом деле мы ожидаем, что нам хватит продовольствия на пятьдесят лет. Затем Бог говорит, не входите в союз с другими народами. Я буду сверхъестественно сражаться за вас. Поэтому один из вас прогонит тысячу, а двое из вас прогонят десять тысяч. Это применимо только по отношению к верным людям. Но существует история войны на Ближнем Востоке, и вы, конечно же, ее знаете. Был один еврейский парень на горе во время израильско-арабской войны. Вы знаете эту историю? Арабские отряды увидели его издалека. И приказали, идите и убейте его. Поэтому они взяли с собой десять человек, пошли и убили его. Много дыма, пыли, когда все прояснилось, один еврейский парень махал своим кулаком, а все арабы были мертвыми. Поэтому в следующий раз они послали пятьдесят человек. Дым, пыль. И когда дым рассеялся, то пятьдесят человек были мертвы. Затем они послали сто человек. Произошло то же самое, все они были мертвы. Затем они были готовы послать пятьсот человек, чтобы убить одного этого парня. И прежде чем отослать их, один араб сел, так как он не был мертв. И крикнул им, не отсылайте их, это ловушка. Их тут двое. Именно так все и должно быть в книге Второзакония. Верно? Поэтому над Израилем существует сверхъестественная защита, что само по себе является свидетельством. В книге Второзакония не так ясно видно завет благодати. Но это также относится к десяти заповедям. Нужно понимать, что десять заповедей – это аббревиатура документа Завета. Это не просто список законов, но это Завет. Завет, заключенный с Израилем. Обратите внимание на начало. Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. Бог сказал все слова сии. Поэтому существует аббревиатура «Преамбула» и «Исторический пролог». Затем Бог дает заповеди. Общий фон – провозглашение Богом, что спасение уже дано, даже если Он еще не дал заповеди. Разве это не интересно? Было две скрижали. А знаете, почему было две скрижали? Кто-то скажет, у Бога большие руки, потому что Он не может писать мелким почерком. Поэтому, чтобы все десять заповедей поместились, они должны были иметь две скрижали. Но почему две? Моисей мог бы сделать одну большую. Логически, если вы заключаете завет, то делаете дубликат. В одном представлены обязательства народа в Завете, а в другом обязательства Бога. Две скрижали представляют обещания двух сторон в Завете. Интересно, что заповедь о Шабате находится посередине Завета. Некоторые скажут, почему заповедь о Шабате находится там? И ответят, что это доказывает, что заповедь о Шабате универсальна, и все несут ответственность за ее исполнение. Нигде в Новом Завете не сказано, что все верующие ответственны за соблюдение Шабата. В Новом Завете даже нет намека на то, что за пределами еврейского сообщества верующие из язычников должны соблюдать Шабат. Кстати, для них это было бы чрезвычайно трудно соблюдать Шабат. Особенно для множества рабов и служащих, у которых вряд ли был этот выходной день. Но в книге Исход мы находим детали описания этого дня. Там сказано, что это знамение Завета между Богом и Израилем. Да, Шабат для человечества. Да, хорошо, если у каждого есть возможность отдохнуть. Но только один Израиль соблюдает время в контексте семи дней, единственный народ. Но это знамение Завета. В других Заветах Древнего Мира также были знамения. Печать на глине символизировала Бога, в котором заключался Завет. Но в Израиле не было печати на глине, которая бы символизировала Бога. Там не было идолопоклоннического символа. Вместо этого модель жизни с одним выходным днем представляла знамение Завета. Что мы можем сказать о Шабате? Шабат был дан только Израилю. Соблюдение Шабата не является требованием к христианам того времени. Но это возможно для христиан того времени. Это станет знамением универсального Божьего порядка после возвращения Мессии. Очевидно, что это библейский порядок. Но евреи несут уникальную ответственность за исполнение Шабата как символ Завета. По крайней мере, в тот период времени. И по моей теологии христиане не грешат, если берут выходной воскресенье или поклоняются воскресенье. Очень важно увидеть суть благодатной природы Завета. Поэтому давайте снова откроем книгу Второзакония. Ту часть книги, которую мы называем историческим введением. Где мы можем прочитать некоторые утверждения, которые сделал Бог. В 9 главе Второзакония. 6 стих. «Посему знай ныне, что незаправедность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». Вхождение в обетованную землю – это спасение. И это не из-за их праведности. Интересно, когда Бог писал в послании к Титул 3.5. «Не по делам праведности, которые мы совершили». Возможно, у него была такая мысль. Посмотрите более внимательно на этот стих. Стих 4. «Чтобы ты знал, что незаправедность твою и незаправоту сердца твоего идешь ты наследовать земле». Давайте возвращаемся к 8 главе. Стих 10. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». 12 стих. «И когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них». Затем в 17 стихе я перепрыгиваю. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он, склятвою, утвердил Отцам твоим». «Совсем не из-за вашей праведности Израиля, но из-за их любви к их праотцам». «И потому, что Он хочет показать свое величие в мире через Израиль». «Мы продолжим, хотя еще не время для перерыва». «Израиль входит в землю». «После смерти Моисея Иисус Навин занимает его место, и все идет хорошо». «У него возникает одна неприятность с человеком, который взял идолов». «Но история достаточно интересная». «Видите ли, что поколение Иисуса Навина было названо верным и праведным поколением». «Многие христиане думают, что история Израиля во времена Завета Моисея – это одно сплошное поражение». «Но это неправда». «Были поколения, которые достигали успеха». «Проблема в том, что исторически Израиль окончательно становится отступником». «Но в Торе нет такого понимания, что все должно быть именно таким образом». «Бог сказал, что поколение Иисуса Навина и старейшин после него были праведными». «Сам факт этого заявления беспокоит некоторых христианских теологов». «Бог назвал поколение Давида верным». «Но было лишь несколько праведных и верных поколений». «Поэтому послушайте, что вполне могло произойти». «В 31 стихе книги Иисуса Навина, 24 главы». «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса. И во все дни старейшин, которых жизнь продолжилась после Иисуса. И которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». «Поколение Иисуса Навина было верным поколением». «Это не означает, что оно было идеально». «Поколение Давида было верным поколением». «Это не значит, что не было греха или несовершенства». «Был ужасный грех». «Например, Давид и Версавия». «Также проблема Амнона и его сестры». «Амнон, изнасиловавший свою сестру». «Давид не наказал его». «Затем бунт Авесолома». «И бунт военачальника Иоава». «И все же Давид в псалмах назван праведным царем». «Это поколение истории, идеальное поколение». «Поэтому снова мы понимаем, что соблюдение завета не означает совершенство». «Давид не только согрешал, он также знал, как покаяться». «Проблема возникает тогда, когда Израиль стал неверным Богу». «Мы это видим в дни более позднего правления Соломона». «Израиль упал в идолопоклонство». «Мы видим, что царство раскололось на две части, между Ереваамом и Раваамом». «Кстати, надеюсь, что каждый студент прочитал Библию, по крайней мере, несколько раз». «В библейской школе в Корее в первую неделю обучения целиком читают Библию». «Конечно же, вы должны знать все эти истории». «Хотя он был верным царем, в основном верным царем». «Иесофат», «Езекия», «Осия». «И все же в израильской истории наблюдается тенденция к идолопоклонничеству». «Цель Израиля в восстановлении мира попала в компромиссное положение». «Поэтому появляется служение пророков». «Из книги Второзакония мы понимаем, что Бог готовил служение пророков». «Первоначальная цель пророков – призвать народ к послушанию завету». «Когда пророки провозглашали суды Божьи, не обязательно это значило, что у них была сверхъестественная сила предсказания». «Они знали о грядущих судах, потому что они читали 26 главу книги Левит, Второзакония 27 и 28 главы, поэтому очевидно, что произойдет». «С другой стороны, у пророков также была очень важная способность от Бога предсказывать. «И они могли с точностью сказать, что произойдет». «Как в рамках освобождения и в формате суда». «Мы понимаем великое освобождение, которое произошло с Иосифатом». «Вторгнувшаяся армия начала убивать друг друга, когда армия Иисуса Навина славила Бога». «Это очень хороший способ ведения войны». «Иезекия окружены ассирийцами». «А пророк предсказывает избавление». «И они избавлены». «Ахав не боялся за свое царство перед сирийским народом». «В этой ситуации Северное Царство вошло в альянс с сирийцами». «Царь Ахаз, который правит Иудой на юге, решает, что он хочет заключить союз с другим народом – ассирийцами. И Исаия говорит, не делай этого. «Проси знамения от Бога. Народы, которые беспокоят тебя, потерпят поражение. Но если ты войдешь в союз с ними, то они поразят тебя». «Бог позволит им нанести огромный ущерб Иуде». «И это предсказание исполнилось». «Пророчества одно за одним исполнялись». «Контекст этих пророчеств – призвать людей к послушанию Завету». «Теперь произошла огромная трагедия». «Северное Царство упало в огромное идолопоклонство». «И несмотря на кратковременное отречение». «Благодаря служению Элияху и Элиша». «Северное Царство Израиля – 10 колен Израиля. В принципе, 12 северных колен. Потому что Ефрем и Манасия – два колена. А также Северные Левиты – половина этого колена. Поэтому на самом деле на севере было 11 с половиной колена. И 3 с половиной колена на юге. Иуда, Вениамин, Симеон и еще половина колена Левитов. Мы говорим 10 и 2. Но на самом деле 3 с половиной и 11 с половиной. Пророки видели трагедию законов Северного Царства. Затем Господь показывает им, что Южное Царство также будет уведено в плен. Они видят, что Израиль не исполняет свою судьбу. Все выглядело крайне безнадежно. Все было безнадежно, особенно во дни Еремии. Потому что он являлся свидетелем разрушения Южного Царства. В контексте трагедии пророки получали новое откровение. Они приходили, чтобы увидеть решение дилеммы Израиля. Каково решение? Бог сделает намного больше и даст больше благодати, больше силы. И после наказания будет восстановление Израиля. Бог изольет Свой Дух. И Бог изменит характер евреев. Он сделает это сверхъестественно. Чтобы Израиль исполнил предопределенную им Богом судьбу. Эту надежду можно увидеть в книге пророка Иоиля. И залью Дух мой на всякую плоть. И ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. А старцы ваши будут видеть видения. Знаете, в этот вечер я изучал иврит. И сравнивая себя с Матитьяху, я старый человек. Я изучал иврит. А он спал и видел сны. По-любому, Иоиль говорил, что ваши старцы будут видеть сны. Поэтому надеюсь, что после класса и у меня будут сны. О чем говорит Иоиль? Он говорит, что настанет день, когда не будет особых пророков, священников и царей, наполненных Духом Святым. Но Бог изольет Дух Святой на всех израильтян. И возможно, Он выйдет даже за пределы Израиля. Это понятно? Там есть намек, но только намек. Исайя говорит об исполнении Завета. Что настанет время тьмы. Но Божье спасение поднимется. Его рука принесет избавление. Его могущественная рука принесет справедливость. Что Он сделает для Израиля то, чего Израиль не сделал. Хотя Моисеев Завет был благодатный, Бог сделает больше. Ответ не в способностях Израиля. Снова ответ в Божьей благодати. Поэтому вот каким образом Иеремия это излагает. Иеремия 31, 31. Вот наступают дни, говорит Господь. Когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Это очень интересно. Тут не сказано, что Он заключит Новый Завет с народами. Но ведь весь мир говорит, о, мы в Новом Завете. И все христиане говорят, мы в Новом Завете. Мы приняли Новый Завет. Мы стали частью Нового Завета. Я согласен, что так и есть, но не так, как они себе это представляют. Потому что Бог говорит, что Я заключу Новый Завет не с народами, не со всеми людьми, которые принимают Иисуса. С кем же тогда Он заключит Новый Завет? С Домом Израиля и с Домом Иуды. Только с еврейским народом. Я объясню. Конечно же, я признаю законность существования церкви. Но как же мне это объяснить? У меня возникает проблема. Давайте посмотрим на то, что говорит сам текст. Не такой Завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. «Тот Завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», говорит Господь. Многие учат, что Новый Завет – это просто обновленный Моисеев закон. Что Моисей просто что-то добавил к нему. Но я не думаю, что мы можем так говорить. Я не думаю, что этот отрывок подходит такому толкованию. Не думаю, что книга Коринфянам соответствует такому толкованию. «Когда там говорится, что сверхъестественная слава Нового Завета настолько больше, что Моисеев Завет блекнет по сравнению с ним, конечно, когда послание к евреям говорит о Новом Завете, то о нем сказано как о лучшем Завете с лучшими обетованиями. Там не сказано о лучших законах, но о лучших обетованиях. Я соглашусь с тем, что в Новом Завете более требовательные законы, которые требуют большего. Но мне кажется, что это другой Завет. Один из моих профессоров, Томас Маккомский, говорит, что Моисеев Закон — это временное управление Авраамовым Законом. Завет Авраама вечен. Но Моисеев Завет — это временное управление первым. Но Новый Завет — вечный. В Иврите разница в управлении в основном описана основанием системы жертвоприношений. Жертва Иешуа однажды и навсегда в сравнении с множеством повторных жертвоприношений Моисеева Закона. Если вы думаете, что живете в соответствии с Моисеевым Порядком, где система жертвоприношений — это основополагающий его фундамент, если вы думаете, что Езекиил восстанавливает этот порядок в главах 40-48, тогда вы должны поставить слова Езекииля рядом со словами Моисея. И вы увидите, что описания жертв отличаются друг от друга. Они не идентичны. Поэтому что же Бог говорит об этом Новом Завете? «Вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мы во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь. «Потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспоминут более». «Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя Ему». «Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда». 37 стих «И если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилева за то, что они делали, говорит Господь». «Каковы качества Нового Завета?» «Бог говорит, я прощу их грехи, все они будут знать Меня, я напишу Тору на их сердцах». Он не говорит, я уничтожу Тору, но напишу ее на их сердцах. «И когда мы дойдем до Нового Завета, то мы поймем, что некоторые законы стали более интенсивны или же возродились». «Некоторые законы, например, развод, это комбинация для слабостей Моисеева периода». «Более того, Новый Завет обещает вечную сохранность еврейского народа». «Сохранность еврейского народа – это часть Нового Завета». «Почему же люди учат по-другому?» «Это находится в тексте». «Новый Завет вбирает все, что совмещается с порядком Моисеева закона». «Он сохраняет Израиль», «сохраняет праздники», «моральные законы Бога», «сохраняет шаббат» «в отрывках Нового Завета». «Кстати, все пророки говорят об искуплении мира». «Они говорят о поклонении Богу от шаббата к шаббату». «Один из самых известных французских протестантских теологов 20 века», которого звали Оскар Кульман, написал книгу под названием «Спасение в истории». Он говорит следующее. «Многие христиане понимают, что исполнение подразумевает отказ от того, что было раньше». «Но это не понимание Новозаветных Писаний». «Новозаветное понимание» «прийти к полноте». «Занять высшее положение». «Принести всю ценность прошлого в настоящее». «Все правильное, истинное и хорошее в Моисеевом законе» «привносится и полностью исполняется в Новом Завете». «Если вы сохраните Израиль, тогда вы сохраните память о действии Божьего спасения в истории Израиля». «Поэтому Новый Завет — это еврейский завет». «Новый Завет сохраняет все хорошее из Торы». «Новый Завет сохраняет Израиль». «Но странно, что в нем ничего не говорится о народах». «Почему?» «Потому что Божий Завет в том, чтобы через Израиль благословить все народы». «Богу не надо ничего говорить о народах». «Это уже утверждено в Завете Авраама». «Новый Завет — это средство Бога для Израиля в исполнении его призвания благословить народы». «Во многих пророчествах говорится о Новом Завете». «Хотя слово «термин Новый Завет» не очевиден. В 45 главе книги Исаии Бог говорит, что народы придут к познанию Бога. В 22 стихе «Ко Мне обратитесь и будете спасены все концы земли». Он говорит, что как-то пред Ним преклонится всякое колено. Но это имеет отношение к тому, исполнит ли Израиль свою судьбу. И в конце главы мы читаем, «Господом будет оправдано все племя Израилева и прославлено». В 49 главе Исаии Израиль взывает к Богу. «Я рождал как бы ветер». «Я не дал спасения народам». «Бог обещает Израилю, что Он исполнит свою судьбу». «И произойдет восстановление творения и народов». «Поэтому Новый Завет заключен с Израилем, чтобы Он смог исполнить свою судьбу». «Спасение народов». «Поэтому Новый Завет включает народы». «Хотя этого упоминания нет здесь». «Ведь Израиль существует для этого». «Но Новый Завет заключен с Израилем, а не вместо Израиля». «Хотел бы еще немного поделиться с вами». «Еще немного». «Вы знаете, что мы пропускаем так много». «Система жертвоприношений — это символ примирения с Богом». «Это фундаментальная часть Моисеева Закона». «Прежде чем открыть страницы Нового Завета, хотел бы сказать пару слов о развившейся мессианской надежде». «Обетование Нового Завета ассоциируется с обетованием искупления Израиля». «Обетованием спасения народов». «Израиль навсегда живет в своей земле». «Все это стало интегрированным пониманием». «Основополагающим пониманием времени Ишуа». «Заметить 36 главу книги Иезекииля». «В то же время, когда Еремия писал в Израиле, Иезекииль писал в Вавилоне». «Возвращение в землю израильскую связано с обетованием Нового Завета». В 24 стихе «И возьму вас из народов и из народов». «И возьму вас из народов и из народов». «И соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». 27 стих «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». В этом отрывке, ориентированном на Новый Завет, Бог говорит, что даст нам новый дух. Он даст нам свой дух. Он будет нас подталкивать к тому, чтобы слушаться постановления и указы Бога. Название постановлений, правил и указаний означает, что мы будем понимать и слушаться Его Тору. Обетование восстановления Израиля ассоциируется с обетованием восстановления народов. Восстановление Израиля связано с обетованием Нового Завета. Восстановление и спасение народов имеют отношение к пришествию Мессии, Сына Давида. Который тотально исполнит Божьи цели. Намного раньше, в книге Амоса, 9 главе, 11 стихе, читаем. Амоса 9, 11. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую. Заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю и устрою ее, как в дни древние. «Чтобы они овладели остатком Идома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое», говорит Господь. «Поэтому имя Господа возвестится среди народов, а не только среди Израиля». «Народы потекут к Царству Бога». Затем читаем о необычном изобилии в земле Израильской. Бог говорит в этом отрывке, ориентированном на Новый Завет. Все эти стихи ориентированы на Новый Завет. «И во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им». Давайте прочтем Исайю. Одинаковые темы повторяются. «Восстановление Израиля». «Восстановление народов». Все это связано с Мессией. «Восстановление всего». «Исайя 2». «В прошлом году, когда я преподавал курсы эскатологии последних дней, мы делали большой акцент на этом». «Однако сейчас мы лишь чуточку затронем это». Исайя 2.2 «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор». «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню». «Научит Он нас своим путям». «И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». «И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы». «Не подымет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». 9 глава Исаии. «Искупление мира связано с рождением ребенка». 9.6 в английской Библии и 9.5 в еврейской. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах Его». «Нарекут имя Ему чудный советник, Бог крепкий отец вечности, князь мира». «Умножению владычества и мира нет предела». «На престоле Давида и в царстве Его». «Чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века». «И Он правит вовеки». «Поэтому судьба Израиля воплощается через Мессию Израиля». «Израиль не исполняет призвание восстановления земли и народов без вмешательства Мессии». «Эту судьбу они воплощают вместе». «Восстановления без Мессии не существует». «Нет восстановления без Израиля». «Вы видите это в пророческих книгах». «Видите это?» «Исайя 11». «И произойдет отрасль от корня Исеева». «И почиет на нем Дух Господень». «Дух премудрости». «Четвертый. Он будет судить бедных по правде». «И дела страдальцев земли решать по истине». «Он произведет суд на земле». «В конце всего этого происходит абсолютная перемена в самой природе». «Волк будет жить вместе с ягненком». «И корова будет пастись медведицу, и детеныши их будут лежать вместе». «И лев, как волк, будет есть солому». «И младенец будет играть над норою аспида». «В завершении этого» «Познание Господа распространится так, как воды покрывают море». «Всемирное познание Бога». «Тут же надежду видим в последних главах книги Исаии». «Особенно в 45 главе Исаии». «Мы уже читали ее». «Обратите, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». «Исайя 45, 22». «Это также имеет отношение к Мессии». «Мы читаем о змее в 42 главе книги Исаии». «Не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда». «И на закон его будут уповать острова». «И на закон его будут уповать острова». «Снова в 49 главе книги Исаии». «В пятом стихе слуга обратит Иакова к себе». «Он – ключ к восстановлению Израиля и народов». «Все же странно, в 53 главе книги Исаии» «О нем сказано, как о жертве за грех». «Народы придут к Его свету». «Исаия 60 глава». «Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы». «А над тобою воссияет Господь». «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». 10 стих. «Сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служит тебе». 11 стих. «И будут всегда отверсты врата твои, не будет затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их». 12 стих. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». 12 стих. «Это имеет отношение к Израилю, а также к Мессии Израиля». 13 стих. «Они соединены вместе». 13 стих. «Похожие обетования видно в пророческих книгах». 13 стих. «Их надежда возникает на основании пророческих книг». 14 стих. «Бог сверхъестественно вмешается». 14 стих. «Он принесет новый завет». 14 стих. «Он даст Израилю способность исполнить свою судьбу». 15 стих. «Эта судьба — земля израильская». 15 стих. «Благословение и восстановление народов». 15 стих. «Чтобы весь мир пришел к познанию Бога и обратились народы». 16 стих. «Познание Господа наполнит землю, как воды наполняют моря». 16 стих. «Все это завершится под руководством Мессии». 16 стих. «Такую общую картину мы видим в Танахе». 16 стих. «Искупление мира». 16 стих. «Новый завет». 17 стих. «Восстановленный Израиль». 17 стих. «Восстановленные народы». 17 стих. «Все это имеет отношение к пришествию Мессии», 17 стих. «Который дает способность Израилю и народам исполнить свое призвание». 17 стих. «Вы еще со мной?» 17 стих. «Новый завет» — это позитивный закон, а не негативный. 18 стих. «Новый завет» — это завет благодати, 18 стих. «Который призывает нас к послушанию Торе». 18 стих. «Израиль возвращается из Вавилонского пленения». 18 стих. «Важно понять, что возвратилось только меньшинство евреев». 18 стих. «Население увеличивалось». 18 стих. «Поэтому ко времени Ишуа в земле Израильской было всего одна треть населения». 18 стих. «Только одна треть». 18 стих. «Кто из вас знал об этом?» 18 стих. «Только одна треть». 18 стих. «Иногда мы думаем, что возвратился весь Израиль». 18 стих. «Но хорошо, что в то время еврейский народ избавился от идолопоклонства». 18 стих. «Они возвратились в Израильскую землю, где тогда правила Персидская империя». 18 стих. «Поэтому они были подвластны Персам». 18 стих. «Персы относились к ним хорошо». 18 стих. «После греческая империя стала доминировать». 18 стих. «Греки также относились к ним хорошо». 18 стих. «Александр Великий благосклонно относился к евреям». 19 стих. «И продолжительное время греки нравились евреям». 19 стих. «Вы знали, что греки нравились евреям?» 19 стих. «И они ценили многое в греческой культуре». 20 стих. «В образовательной системе и ешивы многие методы параллельны греческой системе образования». 20 стих. «Заметили ли вы методы вопросов и ответов в Талмуде?» 21 стих. «Ну, что немного напоминает нам о Сократе, не так ли?» 21 стих. «Одно из самых распространенных еврейских имен даже в наши дни – это имя Александр». 21 стих. «Откуда это пришло?» 21 стих. «Александр Македонский». 21 стих. «Одного из моих дядей звали дядя Александр». 21 стих. «Он был очень талантливым человеком, очень азартным человеком». 21 стих. «Дядя Александр». 21 стих. «Это длинная история нашей семьи». 22 стих. «Все было относительно хорошо в период правления греков, но судьба Израиля не воплощалась». 22 стих. «Было такое ощущение, что направление истории было связано». 22 стих. «Период конца канонической еврейской Библии». 22 стих. «До времени Маккавеев, о чем мы не читаем так часто». 22 стих. «Но затем что-то случилось». 22 стих. «Одна часть греческой империи, которая управляла Израилем, была греко-персидская часть империи, под главенством Антиоха IV, который решил, что полностью перенесет греческую культуру и религию в Израиль». 23 стих. «Израиль находился между двумя частями Греции». 23 стих. «Династия Птоломеев, которая унаследовала империю Александра на юге», 24 стих. «Иселевкиды на северо-востоке». 24 стих. «Они боролись друг с другом по поводу контроля над Израилем». 25 стих. «Но произошла одна удивительная вещь». 26 стих. «Когда под предводительством Маккавея Израиль смог победить греческую империю во главе с селевкидов, Израиль приобрел независимость». 26 стих. «Впервые за несколько столетий появился независимый Израиль». 27 стих. «Это рассматривали как великое знамение от Бога». 27 стих. «Возможно, некоторые думали, что Маккавеи – это представители Мессии». 28 стих. «После этого…» 28 стих. «Некоторые маккавеи провозгласили себя первосвященниками и царями». 28 стих. «Его звали Йоханан Гиркан». 29 стих. «Гиркан». 29 стих. «Гиркан». 29 стих. «Гиркан». 30 стих. «Гиркан» был первосвященником и царем. 31 стих. «Гиркан». 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 32 стих. «Гиркан». 31 стих. «Гиркан». Так как у него не было всех признаков Мессии. И Библия ясно и четко говорит, что Мессия должен происходить из рода Зарока, первосвященника времен Давида. Последний первосвященник по линии Зарока был Анияху Третий, который был смещен в ранний период ранних макавейских войн. Позже он был убит. Начиная с середины второго века до нашей эры. Это чтобы разбудить вас, студенты. Кто заснул так, что сигнализация включилась? Начиная с середины второго века до нашей эры. Больше не было первосвященников по линии Зарока. Это была большая проблема. Хасмонеи стали коррумпированными. По мере передачи правления от поколения к поколению, они все больше портились. В иудаизме мы читаем о славе макавеев и о великом избавлении, которое Бог дал нашему народу. Но не читаем об ужасном развращении потомков макавеев. Очень грустная история. Поэтому сейчас мы входим в первый век до нашей эры. Римляне завоевали Израиль. У Израиля нет независимости. В конце концов, Хасмонейская династия подходит к своему концу. За римлянами остается последнее слово «кто будет первосвященником?» А кто царем? Царь подчиняется Риму. Поэтому кого же избирают римляне? Они избирают царем Ирода. И других приемников священника не по линии Зарока. Возможно, это стало причиной возникновения различных группировок в новозаветний период. Во-первых, саддукеи. Которые поддерживали первосвященников Хасмонеев. Династию Хасмонеев. Они устроили римлян. Контролировали храм. Они не верили в ангелов. Они не верили в воскресение из мертвых. Словом Бога считали только пятикнижие Моисея. Также они не принимали, что пророческие книги были вдохновлены. Это саддукеи. Фарисеев беспокоило такое положение дел. Они не верили в то, что правильный человек занимает должность первосвященника. Фарисеи верили в пророков. В воскресение из мертвых. Но ситуация их вовсе не устраивала. Они хотели пришествия Мессии. И исполнение судьбы Израиля. Поэтому у них появилась идея, что же нужно делать. И решили сотрудничать с храмом. Сотрудничать с саддукеями, хотя это не идеал. И делать все возможное, чтобы Израиль стал праведным. Идеал фарисеев в том, чтобы мы могли жить в такой ситуации, которая нас не устраивает. Если только не сможем каждого научить праведности. И они думали, если только смогут обучить достаточно евреев быть праведными, тогда Бог пошлет Мессию. У нас будут правильные священники. И мы получим избавление от римлян. Потому что сейчас римляне нас угнетают. Израиль будет восстановлен. И народы будут восстановлены. Фарисеи думали, что это возможно благодаря исполнению законов чистоты, так как если они были священниками и левитами. Вот где появляется эта идея, Пиркей-Авод. Трактат из Талмуда. Чтобы построить забор вокруг Торы. Чтобы создать законы и заповеди. С целью предотвратить нарушение письменных заповедей. Поэтому законы об омывении рук и законы чистоты – это попытка заставить людей исполнять законы, предназначенные для священника. Весь Израиль станет, как и священники. И, как сказано в Торе, не варить козленка в молоке его матери. Мы вообще не будем пить молоко и кушать мясо вместе. Мы даже будем использовать отдельные тарелки для мяса и для молока. Поэтому фарисеи разыграли этот интересный сценарий. Давайте приспособим саддукиев к храму. Они станут частью храма. Но в нашей синагоге и в нашем учении мы поднимем людей особой чистоты и праведности. И чем больше людей последуют за нами, фарисеями, только тогда придет Мессия. Поэтому нужно увидеть, что фарисеи следовали определенной программе ускорения прихода Мессии. Это была эскатологическая программа. Вы еще со мной? Всем понятно? Существовала еще одна очень важная группа. Эссеи. И эссеи не согласились с фарисеями. Потому что они полагали, что храм чрезвычайно извращен. Чтобы уйти, для них было достаточно того факта. Зарок не был первосвященником. Они не сотрудничали с храмом и не приспосабливались к фарисеям. Поэтому они решили отделиться. И жить в чистых общинах. Некоторые из них жили даже по-монашески. Они практиковали ежедневные омовения, погружение в воду. У них было много ритуальных законов. Много законов очищения. Они пытались всячески удалиться от развращенности фарисеев. И развращенности саддукеев. Весь Израиль развратился, но мы будем чисты. Они написали об этом в одном из своих трактатов под названием «Трактат Зарокеев», который говорит о восстановлении священства по линии Зарока. Также они писали о своей конечной цели. Если только мы сможем привлечь больше людей, которые станут есеями, которые будут жить чистой и отделенной жизнью, тогда придет Мессия. И мы будем сражаться в войне Сынов Света против Сынов Тьмы. Это еще одна книга из Хвитха «Мертвого моря». Мы победим в этой войне, и Бог разрушит зло в народах. Он уничтожит всех неверных израильтян. Иссеи на самом деле не верили, что весь Израиль спасется. Но только есеи все спасутся. Очень ограниченный взгляд. Папуританский. Снова есейство – это эсхатологическая программа. Ради цели прихода Мессии. Они по-своему увидят восстановление Израиля и исполнение целей для Израиля. Также была четвертая группа. Первая – Саддуки, Фарисеи, Иссеи. А теперь мы подошли к зелотам. Зелоты – это милитаристы того времени. Они верили, что вся религиозность только отвлекает внимание. Конечно, они хранили Тору. Но они верили, если соберут достаточно людей и с верой восстанут против Рима, тогда придет Мессия. И они поразят римлян. Израиль будет восстановлен, и народы придут к познанию Бога. Поэтому зелоты также принимали участие в эсхатологической программе. Похоже, они говорят, как же сделать, чтобы Мессия пришел? Как с нашей помощью настанет Царство? Будет заключен Новый Завет? Что мы можем сделать, чтобы исполнились обетования пророков? Видите это? И одна из самых грустных вещей в истории, это что наши люди в основном следили за зелотами, а не Мессия Яшуа. В истории печально то, что наш народ всегда следовал за зелотами, а не за Мессией Яшуа. Они ожидали избавления от Рима, пока в самый последний момент Рим нас раздавил. во время Яшуа, во время Его воплощения, еврейский мир пламенел мессианской надеждой. «Не саддукеи, но фарисеи, и ессеи, и зелоты, и за разрушение Иерусалима, Раввины учили, чтобы мы не сильно загорались мессианской надеждой. Да, мы верим в пришествие Мессии, но только посмотрите на то, что произошло с нами в первом веке, когда мы слишком загорелись этим. Это привело к разрушению Иерусалима. Также посмотрите на то, когда в истории мы последовали за лжемессиями. И хотя в ортодоксальном иудаизме все еще ожидает лжемессию, кроме Хаббада, который верит, что Раввин Шнейрсон является мессией, иудаизм в основном пытается приглушить пламя огня. Но в первом веке из-за притеснения от римлян, из-за гонений царя Ирода, из-за экономической депрессии в израильской земле, наш народ зажегся мессианской страстью. В этом контексте явился Иешуа. Это очень важно. Как мы говорим на иврите, хашув, хашув, меот. Очень-очень важно. Когда Иешуа пришел в Галилею, Иоанна 1, глава 14, читаем о том, что Он провозглашал благую весть Бога. В 15 стихе Он говорит, «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы должны понимать контекст этой истории. «Правильно теология всегда имеет отношение к контексту». На протяжении сотен лет наши люди не знали деяний пророков. Одна из причин, по которой мы не принимаем книги Маккавеев как вдохновленные Богом Слово, там сказано, что в земле не было пророков. Вдохновленная Библия невозможна без пророческого дара. Вот приходит Йоханан Хамадбил Иоанн Креститель Он провозглашает, что придет Царство Бога и призывает людей к погружению в оставление их грехов и подготовке к пришествию Божьего Царства. Потому что в еврейской мысли того времени люди, не подготовившись к его пришествию, будут судимы и не будут на стороне победителя. Его спросили, является ли он Мессией. Но он сказал, нет, я готовлю путь и я глаз вопиющего в пустыне. Появляется Иешуа и проповедует похожее послание. Он говорит, что приблизилось Царство Божье. Приблизилось значит, что оно доступно для тебя, оно уже здесь. Что он говорил? Это подготовительная речь, как у Йоханана? Называет ли он себя Мессией? Избавит ли он от гнета Рима? Когда народ услышал о приближении Царства Божьего, конечно же, они вспомнили пророков. Они подумали о восстановлении Израиля, восстановлении народов, избавлении от Рима. Они подумали о Новом Завете. Они подумали о всем, что имеет отношение к Царству и Мессии. Царство Божье приблизилось. Это еще один способ сказать Царство Бога сейчас. Я думаю, что нет более короткого предложения, которое наэлектризовало в контексте первого столетия. Оно было наэлектризовано даже несмотря на то, что у них не было электричества. Но у них была молния. Поэтому оно было наэлектризовано. Самая возможная наэлектризованная проповедь. Вы еще со мной? Но что люди подразумевали под этим посланием? Они знали, что им следует покаяться. Тогда их поведут, чтобы избавиться от римлян. И тогда придет Царство. Поэтому, возможно, Иешуа — это Мессия. Давайте посмотрим, что должен делать Мессия. Если Он Мессия, тогда Он соберет армию. Он пойдет на Иерусалим, скинет правление римлян и перенесет Царство Бога в полноте. Но Он этого не сделал. Вместо этого Он идет по всей земле и учит Божьей праведности. Он учит о законе. Мы рассмотрим это завтра. Он учит Нагорной проповеди. Он говорит о похоти в нашем сердце и о ненависти. Он говорит о любви к врагам, к римлянам. «Что же это за Мессия? Любить римлян как это? Римлянин может заставить вас нести ношу километр. Призвать суть Божией на них, но он так не делает. Предложи ему понести ношу еще одну милю? Мистер римский солдат, можно я понесу эту ношу еще одну милю? Что же это за Мессия? Любить своих врагов? Делать добро тем, которые презирают тебя? Не делайте ваши религиозные дела перед людьми. Затем он делает все эти странные вещи. Его друзьями становятся сборщики податей. Конечно, им приходилось оставить этот род занятий, потому что у них было право вымогать деньги. Но сам факт того, что человек налоговик, достаточно для дискриминации его до конца дней. Также он был благосклонен к проституткам. «Конечно, святоши ничего общего не имеют с проститутками. Проститутки каются, и они становятся его последователями. святоши не святоши ни святоши ни святоши ни святоши. Это не чистота, как в соответствии с фарисейскими обрядами, так и иссейскими». Также он исцеляет людей. Он исцеляет больных. Он прикасается к прокаженным, и они исцеляются. Он прикасается к женщине, страдающей кровотечением. ты не можешь прикасаться к ней, ведь она нечиста. Он нарушает законы чистоты, но она все-таки исцеляется.